САУ, Китай. В ближайшие 10 лет США не посмеют бросить вызов России. Чертеж военного самолета. САУ, Китай. 20 февраля 2020 года. Россия значительно отстает от США по военной мощи, особенно это касается истребителей пятого поколения, бомбардировщиков-невидимок и атомных авианосцев. Однако Соединенные Штаты так и не смогли полностью превзойти Россию ни в одной сфере. Например, хотя США имеют на вооружении большое количество истребителей ЕФ-22 и ЕФ-35, сейчас в распоряжении России находятся истребители Су-57. В области разработок стратегических стелсбомбардировщиков она также прилагает большие усилия, чтобы сократить разрыв. Несмотря на отставание России по производству данных видов оружия, это не дает абсолютных преимуществ Соединенным Штатам. В частности, столкнувшись с российским зенитно-ракетным комплексом, американские стелсистребители вряд ли смогут уцелеть. Если американские самолеты пятого поколения будут обнаружены наземной радиолокационной станцией, то их преимущество скрытности будет утеряно. Преимущество истребителей ЕФ-22 и ЕФ-35 перед Су-35 также снижается. В ближнем бою их силы могут быть равны. Более того, под руководством Владимира Путина стратегическое пространство России еще больше расширяется. Лучшая защита – это нападение, и Путин это знает. Это также одна из причин, почему США потерпели поражение в вопросах Восточной Украины и Сирии. Становится понятно, что вооружение и снаряжение американской армии – не гарантия успеха. Становится понятно, что вооружение и снаряжение американской армии не является гарантией успеха. Если один стелсистребитель в самом деле может сбить несколько или даже десяток обычных истребителей, то США не будут делать никому одолжений. Однако все еще существует большой разрыв между реальной ситуацией и теоретическими данными. На самом деле, стелс-самолет уступает истребителям четвертого поколения. Поэтому, даже несмотря на то, что Россия задевает интересы Соединенных Штатов во многих регионах, США не осмелятся открыто вступить в конфликт с Россией. Что касается стратегического ядерного оружия, то можно сказать, что у Соединенных Штатов нет преимущества перед Россией. В их распоряжении находятся атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования. Но у России все это тоже есть. Кроме того, она активно разрабатывает новые виды стратегического вооружения, в том числе и гиперзвуковое оружие. Имеющиеся на вооружении в России ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» можно считать настоящим кошмаром для американских систем перехвата. Современные системы противовоздушной обороны пока не могут противостоять гиперзвуковому оружию. Гиперзвуковое оружие – та сфера, в которой Россия будет опережать США ближайшие 10 лет. Не так давно Америка заявила, что необходимо ограничить разработку гиперзвукового оружия. Это забавно. США ограничивают то, чего у них нет. Может, стоит ограничивать число атомных авианосцев. В следующем десятилетии Россия совершит прорыв в области стратегических бомбардировщиков-невидимок и стелс-истребителей сравняется с США как с технической точки зрения, так и по количеству единиц техники. Это означает, что разрыв между Россией и США в области военно-воздушных сил будет полностью сокращен, и более совершенные системы ПВО, более быстрые ракеты, более крупные воздушные подразделения, а также более мощные межконтинентальные ракеты станут для России средством сдерживания и устрашения США. Кроме того, у России есть и сильный Путин, из-за которого Америка не будет действовать опрометчиво. Это нельзя игнорировать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.